ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ В блокадные дни радио для жителей было едва ли не единственной связью с миром. Но только в 42-м проводная сеть обрывалась трижды. Работников ЛГРС горожане заваливали просьбами, как можно быстрее установить в их квартирах радиоточки. По плану, в год их монтировали более 5000, но приходилось работать с опережением. В 41-м году работница одного из заводов писала в дневнике, я живу не одна. Репродуктор сейчас самое близкое, самое живое существо в нашей жизни. Он единственное питает меня рассказами, культурой, а самое главное это весть из фронта. Вместе с радиоточками монтировали и системы оповещения, сирены. Одна из самых распространенных вот эта, С-43. По всему Петербургу сейчас осталось лишь две сирены, подобных тем, которые оповещали жителей блокадного города об авиационном обстреле. Одна из них, конечно, уже не действующая, остановлена здесь, на здании бывшего Кировского райсовета. Ее радиус примерно в полтора километра, так что услышать звуки сирены могли работники Кировского завода и жители окрестных домов. Михаил Бугров обслуживает эту сирену уже почти 40 лет. Вот и сегодня внимательно осматривает, словно до сих пор на боевом посту. И ленточка Ленинградской победы для него больше, чем символ. Память о тех, кто ценой жизни защитил город. На нашем канале проходит акция, мы вручаем ленточки Ленинградской победы. Пожалуйста, что она для вас лично означает? Эта ленточка напоминает о тех сотрудниках, которые работали во время блокады Ленинградской городской радиационной сети. Если мотор был поврежден и нельзя было на месте исправить его, они на саночках во время зимы везли в мастерскую, там ремонтировали и опять же везли на объект. Дмитрий Копытов, Юлия Смирнова, Игорь Востряков, Александр Семенихин и Александр Семенов. Новости телеканал Санкт-Петербург.